Елена Кинжибалова, если и бывает в МФЦ, то только по работе. Вопросы по документам личного характера она решает с помощью портала Госуслуг. На сайте она самостоятельно зарегистрировалась 7 лет назад. С тех пор постоянный посетитель. За это время, как говорит девушка, миновала излишние походы в различные инстанции и забыла про кипы бумаг при оформлении документов. Самым удобным, как для пользователя, Елене было заполнить заявление на получение заграничного паспорта. За последние 10 лет нужно указать все места учебы, места работы. То есть нужно досконально проверить все свои данные. А придя в соответствующую инстанцию, я думаю, это дольше, потому что необходимо тоже взять все бумаги. А если ты что-то забыл, то нужно бежать домой. Пришел домой, какие-то домашние дела сделал, зашел в тот же самый личный кабинет, там заполнил. Потом появилось свободное время, опять зашел. Как отмечают клиенты МФЦ, которым здесь предоставляют две точки доступа к порталу, одним из явных преимуществ личного кабинета онлайн – это предоставление скидки. Оплачивая госпошлины через госуслуги.ру, клиент вносит 70% от общей суммы. При оформлении загранпаспорта госпошлина составляет 3,5 тысячи рублей. А если подавать документы через портал госуслуг, то вам придется заплатить со скидкой всего 2450 рублей. Явная экономия 1000 рублей остается у вас в кармане. Стать клиентом портала госуслуг можно самостоятельно, не выходя из дома. Однако позже необходимо наведаться в многофункциональный центр для того, чтобы пройти авторизацию. Это необходимо для подтверждения личности клиента. Ведь в аккаунте хранятся все персональные данные, которые ввел пользователь вплоть до реквизитов банковской карты. Вся информация защищена системой безопасности. Услуги портала позволяют как оплачивать штрафы, так и записаться на прием в любое из существующих ведомств. Он в электронном виде подает заявление. Ему не нужно будет потом стоять в очереди. Специалистам непосредственно органа будет назначено время. Если это время не устраивает, он может изменить это время. И в назначенное время прийти уже непосредственно в орган для получения результата услуги. За первый квартал этого года специалисты многофункционального центра «Мои документы» в Покачах уже оказали более 6,5 тысяч услуг. В том числе 2331 из них в электронном виде. Завтра, 19 мая, в день предоставления госуслуг в электронном виде, в МФЦ ждут жителей города, чтобы помочь. Одним стать новыми клиентами портала, другим решить вопросы в предоставлении операций государственного и муниципального характера. Ксения Юланская, Олег Кобяков. Специально для новостей.